Друзья, всем привет! Сегодня будем разбирать очередной свиток нашей музык Леон, который расскажет нам историю Боспорского царства в первой половине первого века нашей эры. Что интересного там было? А в это время происходит активная романизация Боспора, да и Крыма вообще. В это время боспориты и херсониты становились римскими гражданами, брали себе римские имена. В это время в городах Крыма начали строить термы, амфитеатры, устраивали гладиаторские игры. Правда, все это шло не без осложнений. В один прекрасный момент случилось так, что римским императором стал Каллигула, тот самый, который сделал своего коня сенатором. Как Боспорское царство, будучи уже частью римского мира, пережило безумные годы правления Каллигулы, к чему это привело, об этом тоже сегодня поговорим. Небольшой спойлер, привело это к гражданской войне. Друзья, прежде чем начать, минутка рекламы. Мы с вами все чаще говорим о Древнем Риме, и для тех из вас, кто хочет лучше разобраться в его истории, мы сделали канал на Бусти. Он называется Второй Рим. На данный момент там уже 35 роликов об истории Древнего Рима, причем с самого начала, с основания города. И на самом деле я не встречал более подробного разбора римской истории в интернете. Поэтому, кому интересно, проходите по ссылке в описании. Стоимость базовой подписки всего 100 рублей. Подписывайтесь на Бусти, так вы не только получите доступ к уникальным роликам, но и примете участие в жизни и развитии канала Свиток Клио. Ну а теперь начнем. Первый век нашей эры. Боспорское царство стало частью римского мира. Обратите внимание, не Римской империи, поскольку формально Боспор это по-прежнему независимое государство, со своим правителем, который называет себе друг Цезаря и римлян. Но в реальности оно зависит от Римской империи, причем во многих вопросах. К этому привели воины Митридата и соседство с кочевниками. Митридат Эвпатор втянул города Тавриды в свою войну с Римом, что очень тяжело отразилось на их экономике. Кроме того, его заигрывания с кочевниками определенно не нравились жителям Крыма. Поэтому уже к 63 году до нашей эры, в последний год правления Митридата, крымские города выступили за мир с Римом. Конечно, это означало, что их политические права будут ограничены, но в реальной жизни это выглядело не так уж плохо. Как минимум, как меньшее зло, поскольку взамен Таврида получила нормальное развитие торговли. А ведь торговля с самого начала была основой экономики крымских городов. Со своей стороны римляне были заинтересованы в том, чтобы Боспорское царство и Херсонес стали его союзниками и служили военным форпостом на северо-восточной границе. И поэтому Рим помогал им, поддерживал военные силы. Естественно, правящий слой Боспорского царства далеко не сразу принял эту новую реальность и не сразу смирился с ней. Отсюда та борьба, которая происходила в 20-е годы, в 10-е годы до нашей эры. Но вот наступила новая эра, новые правила игры стали определенными и понятными для всех. К тому же совместные усилия имперской и местной власти привели к тому, что с пиратами на Черном море было покончено. И вместе с этим начинается эпоха экономического расцвета. А за ним следует и культурный расцвет. И это первый, второй, часть третьего века нашей эры. Про экономику боспорскую, как я и обещал, сделаю ролик после основного цикла. А сейчас поговорим уже о важных политических фигурах. Первый, в нашей очереди, это Аспург, который стал царем Боспора в 8-м году нашей эры. Предположительно, не все точно, не все понятно с хронологией, но примерно в 8-м году началось правление Аспурга. Его происхождение это тоже загадка. С одной стороны, есть версия, что он сын Асандра и Динамии, и значит правнук Митридата Евпатора. С другой стороны, есть мнение, что к царскому роду он не имел никакого отношения. Но определенная близость к царице Динамии привела его на трон. Вторая версия дала в свою очередь предположение, что с него, с Аспурга, начинается новая династия. Династия сарматских царей на Боспоре, поскольку он носит сарматское имя. С другой стороны, первая версия тоже имеет основания. Скажем, одного из сыновей Аспурга звали Митридат. И не факт, что это была случайность. Возможно, его династия это продолжение Митридатовой. Но факт в том, что Аспург носит царматское имя. Оно связывает его с племенем Аспургиан, которая проживала на Таманском полуострове. И все это, вот эта история вокруг имени, показывает, что на рубеже эпох, в то же время, когда происходит романизация Боспора с одной стороны, то с другой стороны происходит царматизация Боспорского царства. Есть указания на то, что Аспург получил власть именно в Риме. Специально туда ездил, чтобы заручиться поддержкой первого императора Августа Октавиана. И получил ее. В результате он правил 30 лет. С восьмого года по тридцать восьмой. И с Римом у него были прекрасные отношения. В этом смысле интересна его титулатура. На постаменте одной из статуи он назван привычным образом. Василеус Василеон Мегалу. Ну, то есть, великий царь царей. Так еще Фарнак себя называл. А кроме того, появилось дополнительное название Филокайсарка Филоромеос. То есть, друг Кесаря, Цезаря, в смысле римского императора и друг римлян. И эта формула Филокайсарка Филоромеос стала появляться еще при Ассандре. Потом она была при Динамии. И вот теперь она встречается и во время правления Аспурга. То есть, мы можем говорить, что этот титул закрепился. Друг римлян и друг императора. Это не просто слова. Это титул боспорского царя. В той же надписи говорится, что Аспург правил над Боспором и Феодосией. Синдами, Меотами, Торпетами, Торетами, Псессами и Танаитами. То есть, в общем-то, как и во времена династии Спартакидов, его власть распространялась на берега Кубани и восточный берег Азовского моря. Обратим внимание, Херсонес в этом списке не назван. Потому что формально Херсонес это свободный город. Хотя в реальности с 20-х или 10-х годов прошлого века он попал в зависимость от Боспорского царства. Географ Страбон, который как раз жил и работал в то время, на рубеже эпох, на рубеже нашей эры и до нашей эры, писал, что Херсонес со времени правления царя Асандра подчиняется Боспору. Но ситуация тут не столь простая. Херсонес не подчинялся Боспору напрямую. У него было внутреннее самоуправление, но он вошел в Симмахию, в военный союз с Боспорским царством в целях совместной обороны. А поскольку Боспорское царство было и сильнее и богаче Херсонеса, то на деле эта Симмахия выглядела как протекторат. То есть Херсонес оказался под протекторатом Боспора, который сам в свою очередь был под протекторатом Римской империи. Получается такая матрешечка. О том, что Симмахия была, мы знаем из одной надписи из Херсонеса. Там сказано, что некий Херсонесит был во главе военного отряда, который послали на помощь царю Боспора Полимону Первому. Кроме того, известно, что в Херсонесе устроили торжественную встречу послу царицы Динамии, а также, что там была установлена статуя нашего царя Аспурга, нашего сегодняшнего героя. И в связи с этим заслуживает особого внимания тот факт, что где-то между 14 и 23 годами Аспург подчинил скифов и тавров. И кажется, это было сделано совместными усилиями Боспора и Херсонеса. Потому что скифы и тавры находятся как раз между ними. И с двух сторон они могли надавить на скифов, которые кочевали, ну и не только кочевали, проживали в центре Крыма, на равнинах и на тавров, которые жили на юге Крыма в горах. И таким образом Асандр стал хозяином, полновластным хозяином не только на Боспоре Кемерийском, как тогда называли Керченский пролив, но и во всей Тавриде. Столь большого влияния владыки Пантикопея не имели никогда еще. Но, конечно же, власть над варварами поддерживала силой оружие. И мы видим, как отсылку на воина Аспурга одну его монетку. Вот она. Здесь изображена голова Ореса, он же Марс, это бог войны. Он изображен в шлеме. А на другой стороны мы видим воина со щитом и копьем. Ну и, конечно же, в этих войнах Аспургу очень сильно помогал его союз с Римом. Сам факт этого союза говорил о многом соседям и противникам Аспурга. Что касается его семьи. Аспург женился на Гепепирии. Она была знатной девушкой из знатной семьи, родом из Фракии. Вот мы видим ее на монетке. Тут, конечно же, сразу отсылочка к династии Спартакидов, которая тоже имела фракийское происхождение. Видимо, Аспург настолько впечатлился Фракией, что взял себе фракийское имя. Рискупорид. Так звали целый ряд фракийских правителей. И впоследствии это имя будут носить и потомки Аспурга, другие боспорские цари. В частности, его внук. Кроме того, Аспург взял еще одно имя. В честь второго римского императора Тиберия он стал называться Тиберий Юлий. И таким путем полное его имя было Аспург Рискупорид Тиберий Юлий. Вот все его имена. Из этого видно, что его политика была демонстративно проримской. Но в своей политике он опять-таки действовал, исходя из интересов своего государства, которые не противоречили римским интересам. Аспург продолжал восстанавливать оборонительную систему. То, что начал делать его предполагаемый отец Асандр. Как вы помните из прошлого ролика, Асандр восстановил вал на Керченском полуострове. А Аспург расширил систему крепостей на востоке. В Прикубании, в окрестностях современной Анапы и Новороссийска. И эти крепости составили целую сеть, которая с одной стороны обеспечила защиту от внешних вторжений, с другой стороны контроль царя над городами востока. К тому же крепости располагались на царских землях, и туда селились военнослужащие, которые одновременно были и земледельцами, и воинами. В мирное время они пахали землю, а во время войны брали в руки оружие и защищали землю, на которой сами жили. Хотя верховный собственник этой земли по-прежнему был царь. Ну и да, нужно сказать еще, что есть полисы, города Боспорского царства, которые имеют свои земли, и эти земли принадлежат горожанам. В отношении с городами Аспург вел себя достаточно предупредительно. Он не подавлял их свободы, способствовал их развитию, и поэтому внутри государства было мирно в его правлении. При нем начинается перестройка Фанагории и Германасы. Фанагория – это город, руины которого находятся сегодня к востоку от Тамани, рядом с поселком Сенной. А Германаса – это древнее название самой Тамани. В Гаргипии, которая сегодня Анапа, появляются новые магистральные улицы, появляется система водопроводов, система водостоков. В Пантикопее построили термы. Термы – это римские бани, традиционные римские бани. Построили амфитеатры, триумфальные арки. В городе был свой театр, который, вероятно, выполнял функции арены для гладиаторских боев. Историки нашли остатки мраморного театрального кресла, на котором, возможно, восседали цари Пантикопея. Но где конкретно находился Пантикопейский амфитеатр, пока что остается загадкой. Кстати, вот вам две монетки. Обе отчеканены во время правления Аспурга. Одна в Пантикопее, другая в Фанагории. А как мы помним, еще во времена правления царицей Динамии, эти города были переименованы, соответственно, в Кесарион и Агриппион. И вот вы видите монеты с этими новыми римскими названиями старых боспорских городов. Теперь, друзья, описав все это масштабное строительство, я хочу обратить ваше внимание на то, что у царя Аспурга было достаточно денег в казне. Иначе строительство было бы невозможно. В это время, как и прежде, в эпоху Спартакидов и во время династии Митридата, основа экономики боспорского царства – это торговля. А главным экспортным товаром боспора было зерно, азовская рыбка, главным образом осетровые, и продукты животноводства. Все эти товары везли в города Анатолии через Черное море. Кроме того, теперь как в Анатолии, так и на Балканах и в Крыму появились римские гарнизоны. А солдатам хлеб требуется тоже не в малых количествах. В обратном направлении, то есть в Крым, в Боспорское царство, везли импортные товары из других частей Римской империи. Это ткани, одежда, это вино, оливковое масло, украшения, керамика, стеклянная посуда. Часть этих товаров оставалась в городах Боспора, а часть боспорские купцы везли дальше, в земли кочевников, и там перепродавали. Порты боспорских городов были важнейшими точками в логистической системе. На них работало большое количество жителей городов. Это и обслуживание порта, и погрузка, разгрузка, и обслуживание кораблей. Кроме того, в таких городах, как Пантикопе и Фанагория работали ремесленные мастерские. Здесь были и строители, и живописцы, и скульпторы, ювелиры, кузнецы. Они обслуживали состоятельные классы купцов, судовладельцев, землевладельцев, а также представителей варварской знати, которые переселялись в боспорские города. Что касается культуры, все боспорские цари и верхний слой боспорцев сохраняли основу греческой культуры. Греческий язык был основным языком общения. Один такой греческий писатель Филострат писал, что некий боспорский царь получил хорошее образование и приехал в Смирну, чтобы там встретиться с одним из известных философов. То есть вот цари Боспора имели репутацию образованных людей. Но давайте вернемся к Аспургу. Точнее, закончим с ним. Аспург умер в один год со своим покровителем, императором Тиберием. 37-й год. Ну, есть предположение, что все-таки 38-й, но тем не менее. Где-то рядом. Причины его смерти неизвестны. После него остались два сына. Митридат VIII и Котис. Но в том же 37-м году власть в Римской империи перешла к Каллигуле. Это был очень неоднозначный человек. Ну, в принципе, про всех римских императоров можно сказать, что они неоднозначные. Но Каллигула из числа тех, который пробил дно многократно. И вот он решил, что стоит забрать Боспорское царство у сыновей Аспурга и передать его Полимону II. Это внук Полимона I. Братья Митридат и Котис отказались признавать это решение и приготовились защищать свое наследство. Сохранилась одна надпись в Нессе. Она посвящена некому Херсониту, который возглавил вспомогательный отряд, который примкнул к армии Полимона II. А кроме того, к нему присоединился римский наместник провинции Мезия. Мезия – это сегодня та часть Болгарии, что между Балканским хребтом и Дунаем. И вот это войско, видимо, в 39-40-м годах выдвинулось на Пантикопей. Правда, никакого успеха оно не достигло. Победу одержали боспорские братья. И старший Митридат VIII стал новым царем Боспора. При этом, обратите внимание, после победы он выпускает золотую монету, на которой изображен император Каллигула, но при этом на обратной стороне написано Василевс Митридат. Хотя со времен Августа Октавиана установилось правило, по которому на Боспоре золотую монету чеканят только с изображением императора, а боспорские цари ставят рядом свою скромную монограмму. А тут и надпись в полный рост – «Царь Митридат». Но это же вызов. Кто-то мог не понять и счесть, что на монете изображен не император Каллигула, а царь Митридат. Кстати, у нас есть хороший маркер, как читать боспорские монеты. У всех боспорских царей длинные волосы. А вот римляне, которые на них изображены, всегда коротко стрижены и хорошо выбриты. Кроме того, рядом с надписью «Василевс Митридат» мы видим богиню победы Нику. И как это вообще нужно понимать? Это он какую свою победу сейчас празднует, чеканя эту монету? То есть, с одной стороны, Митридат Восьмой как бы не разрывает связей с империей, но с другой проявляет определенное своеволие. Более того, если подумать, то в этом можно увидеть некий вызов. И кто знает, как Каллигула поступил бы, если бы в сорок первом году его не убили в ходе дворцового переворота. А следующий император Клавдий отменил множество решений Каллигулы, в том числе передачу власти по Лимону. Клавдий согласился признать боспорским царем Митридата Восьмого и тем самым покончил с этой непонятной и, в общем-то, никому ненужной войной. Давайте посмотрим на еще одну монетку Митридата. Вот она здесь, справа, точнее слева изображен он сам и подписан, а справа его мать Гиппиперия. Казалось бы, после того, как Клавдий закончил с этим конфликтом, все хорошо, мир восстановлен. Но выходки Каллигулы привели Митридата Восьмого, наверное, к неправильным выводам, к ошибочным. Он решил, что нужно как-то дистанцироваться от империи. Ну, к чему это могло привести, мы, в общем-то, знаем. Пример Митридата Шестого Евпатора, пример его сына Фарнака, они же очень показательны в этом смысле. И снова я вспомню слова Гая Мария. Либо постарайся накопить больше сил, чем у римлян, либо молчи и делай, что тебе приказывают. Да, но вот есть ощущение, что Митридат Восьмой встал на эту скользкую дорожку. Он продолжал упорно чеканить золотую монету с Каллигулой, в то время как императором был уже давно Клавдий, а на Аверсе по-прежнему называл себя царем и рисовал богиню победы Нику. И вот это обстоятельство стало причиной очередной трагедии в истории Боспора. В 41 или 42 году Митридат отправил в Рим своего брата, младшего брата Котиса. Вот с какой целью, не совсем понятно. Но это посольство привело к неожиданным и очень трагическим результатам. Котис рассказал императору Клавдию о том, что его брат Митридат ведет активное военное строительство. Он укрепляется, он создает запасы оружия и он явно планирует опереться на соседние варварские племена, чтобы еще больше дистанцироваться от Римской империи. И, возможно, он готовится бросить вызов Риму. Клавдий, который сам по себе был человеком подозрительным, недолго думая, решил поддержать Котиса. Котис был объявлен новым боспорским царем. Правда, в то же самое время Клавдий готовился к масштабному походу в Британию. И, соответственно, несмотря на свое решение, пару лет ему было реально не до Боспора. В 43 году состоялся этот британский поход, а в 44 году один из его участников, военачальник Авл Дидий Галл, был назначен наместником пограничной провинции Мезия, Дукс Мезии. Как я уже говорил, Мезия – это часть современной Болгарии, к югу от Дуная. И вот он-то, Авл Дидий Галл, получил задание помочь Котису и возвести его на боспорский трон. Таким путем в 45 году из Мезии в Тавриду отправляется флот во главе с Авлом Дидием Галлом. Вместе с ним плывет царь Котис и, конечно же, войско, численностью не менее легиона. Возможно, это был переведенный в Мезию как раз в 44 или 45 году, 8 августов легион. К ним присоединилось еще несколько когорт, которые перебросили с юга, из Вифинии – это область на северо-западе Анатолии. Сборный пункт был в Херсонесе. Херсонес всегда тяготился своей зависимостью от Пантикопея и, скорее всего, тоже предоставил какой-то военный контингент. Естественно, чтобы перебросить такое количество войск с Балкан и с Анатолии в Крым, потребовался бы нехилый флот. А поскольку отдельного римского флота в Черном море тогда не было, то корабли пришлось взять у причерноморских городов. И вот, в частности, у историка Тацита есть сообщение, что город Византий был освобожден от податей на пять лет. Почему? Потому что жители его были истощены войной Боспорской и Фракийской. Вот, вероятно, Византий как торговый город на берегу моря и предоставил часть кораблей. И таким путем на кораблях Византия это войско, римское войско, переправляется в Крым. Там к нему присоединяются отряды из Херсонеса, а также какие-то вооруженные римским оружием отряды боспорцев, так пишет Тацит. А значит, далеко не все на Боспоре были согласны с антиримской политикой Митридата. И поэтому часть боспоритов пошла на сторону Котиса. И этот факт говорит о том, что все эти события были не просто попыткой боспорского царства отстоять свою независимость от Рима, а гораздо более сложной ситуацией. И в ней виден явный элемент гражданской войны. Два брата, у которых разные политические программы. Один проводит антиримскую политику, другой – проримскую. Боспорцы оказываются в армии и у первого, и у второго. Ну, а римские войска, естественно, вписались за своего сторонника. В то время как Митридат обращался за военной помощью к другим политическим образованиям. Еще один момент. Судя по всему, боспорские города на западе, возможно, Феодосия и Нимфей, а может даже и Пантикопей, были против антиримской политики Митридата. Не очень его поддерживали. И это объясняет, почему Авл Дидий Галл с Котисом так легко вытеснили Митридата VIII за Керченский пролив, на восточный берег, на Таманский полуостров. Что там конкретно произошло, неизвестно, потому что та часть книги Тацита, где это описывалось, утрачена. Но суть в том, что были сражения на суше и на море, и Митридат вынужден был отступать. Римская армия выступила настолько убедительно, что Котис вошел в Пантикопей, занял трон, начал чеканить там золотую монету. Это в 45-м или 46-м году. Но это бог с ним. Гораздо хуже для Митридата было то, что ряд племен на востоке заколебался и тоже решил встать на сторону Котиса. Так в 46-м году закончился первый этап гражданской войны на Боспоре. А в 47-м году Авла Дидия Галла отозвали из Крыма. Но беда в том, что он забрал с собой свой 8-й августов легион. Теперь на Боспоре осталось лишь несколько когорт, вероятно, тех самых из Вифинии, во главе с Гаем Юлием Аквиллой. Ну и, конечно же, местные войска, отряды боспорцев и, возможно, херсонесские контингенты, если, конечно, они после победы не вернулись домой. Тем временем Митридат VIII укрылся у союзных сираков. Ну и города Востока, такие как Фонагория и Гермонаса, видимо, тоже стояли за него. И вот он узнает, что победоносный Авл Дидий Галл покинул Крым, да еще и со своим легионом. Давайте почитаем, что писал об этом Тацит. Не ставя ни во что ни римлян, ни Котиса, он принимается возмущать племена и сманивать к себе перебежчиков. И, собрав, в конце концов, войско, прогоняет царя Дондаров и захватывает его престол. Когда это стало известно и возникла опасность, что Митридат вот-вот вторгнется в Боспорское царство Котис и Аквила, не рассчитывая на свои силы, тем более, что царь Сираков Зорсин возобновил враждебные действия против них, стали искать поддержки извне и направили послов к Эвнону, правившему племенем Аорсов. Выставляя на вид мощность римского государства по сравнению с ничтожными силами мятежника Митридата, они без труда склонили Эвнона к союзу. И так было условлено, что Эвнон бросит на врага свою конницу, тогда как римляне займутся осадой городов. И так начинается второй этап гражданской войны. Теперь мы видим, что в ней ключевую роль должны будут сыграть союзники Котиса и Митридата, восточные племена Аорсов и Сираков. О них писал Страбон, что оба они относятся к сарматским племенам, что Аорсы и Сираки живут между Доном и Кавказскими горами. Они частью кочевники, частью живут в шатрах и занимаются земледелием. Далее Страбон дополняет эти сведения тем, что Аорсы находятся севернее Сираков. Но, будучи соседями, Аорсы и Сираки конфликтовали по поводу территории Пастбищ, которые были в предкавказских степях. И возможность поучаствовать в Боспорском конфликте они, конечно же, восприняли положительно. Почему Котис обратился к Аорсам? Не только потому, что у него было мало своих войск, у него были римские когорты, но это пехота. Притом хорошая пехота, но далеко не всегда римская пехота могла справиться с конницей. Поэтому, конечно же, Котис, понимая, что его брат привлек к себе конницу Сираков, понимал, что ему тоже нужны всадники. В это время сарматские племена часто используют тяжелый доспех, длинное копье и длинный же меч. Вот как, например, на этих боспорских фресках. Это были очень боеспособные воины, очень мощные, умелые. Таких хочется иметь в числе своих сторонников. И Котис получил себе именно таких союзников. И вот наступает 49-й год. Котис начинает кампанию. Вероятно, в ней принял участие Юлий Калисфен, поскольку гробница этого человека была найдена в Пантикопее с набором наступательного и защитного вооружения. На левой руке у него был перстень, золотой перстень с портретом императора Клавдия. Причем перстень работы мастера, который имел мастерскую в Риме. Перстень столичного уровня. Вот Юлий Калисфен был римским гражданином и участвовал в этом походе. В 49-м году Котис и Гай Юлия Квилла переправились через пролив. И, конечно же, сразу они оказываются в области Аспургиан. И там начинаются боевые действия. Целый ряд укреплений на Таманском полуострове был разрушен. Далее армия Котиса и Квиллы продолжила путь в земли Дандариев, где расположился Митридат VIII. По дороге было еще несколько сражений. Давайте еще раз обратимся к Тацету. И вот, построившись походным порядком, они выступают. Впереди и в тылу находились аорсы. Посередине кагортые, вооруженные римским оружием отряды баспортцев. Враг был отброшен, и они дошли до покинутого Митридатом вследствие ненадежности горожан Дандарского города Созы. Было принято решение им овладеть и оставить в нем гарнизон. Отсюда они направляются в земли Сираков и, перейдя реку Панду, со всех сторон подступают к городу Успе, расположенному на высоте и укрепленному стенами и рвами. Впрочем, его стены были не из камня, а из сплетенных прутьев с насыпанной посередине землей, и поэтому не могли противостоять натиску нападавших, которые приводили в смятение осажденных, забрасывая их с возведенных для этого высоких башен, пылавшими головнями и копьями. И если бы ночь не прервала сражение, город был бы обложен и взят приступом в течение одного дня. На следующий день осажденные прислали послов, просивших пощадить горожан свободного состояния и предлагавших победителям десять тысяч рабов. Эти условия были отвергнуты, так как перебить сдавшихся было бы бесчеловечной жестокостью, осторожить такое множество затруднительно, пусть уж лучше они падут по закону войны. И проникшим в город с помощью лестниц воинам был подан знак к беспощадной резне. Истребление жителей Успы вселило страх во всех остальных, решивших, что больше не стало безопасных убежищ, раз неприятеля не могут остановить ни оружие, ни крепости, ни труднодоступные высокогорные местности, ни реки, ни города. И вот Зорсин после долгих раздумий, поддержать ли попавшего в беду Митридата или позаботиться о доставшемся ему от отца царстве, решил, наконец, предпочесть благо своего народа. И выдав заложников, простерся ниц перед изображением Цезаря, что принесло великую славу римскому войску, которая, одержав почти без потерь победу, остановилась, как стало известно, в трех днях пути от реки Таноис. Вот и весь рассказ. Ключевое событие второго этапа войны – это осада города Успе. Но вот где он находился? Из рассказа Тацита получается, что в трех днях пути от Таноиса, то есть то ли от реки Дон, которую называли Таноис, то ли от города Таноис. Но где конкретно? Археологи так ничего и не нашли пока что. Но после этого сражения война закончилась. Цираки прекратили поддерживать Митридата Восьмого, и после этого он обратился к Эвнону, вождю Аорсов, и попросил, чтобы тот написал письмо императору Клавдию и попросил за Митридата, чтобы его не только не убили, но и не позорили и не водили по улицам в ходе Триумфального шествия. Что тот и сделал. В итоге Митридат сдался, его отправили в Рим. Давайте еще почитаем. После этого Митридат был выдан римлянам и доставлен в Рим прокуратором Понта Юнием Цилоном. Передавали, что он говорил с Цезарем более гордо, чем надлежало бы в его положении, и получил ли известность такие его слова? «Я не отослан к тебе, но прибыл по своей воле. А если ты считаешь, что это неправда, отпусти меня и потом ищи». Он сохранял бесстрастное выражение лица и тогда, когда окруженный стражей был выставлен на показ народу урастральных трибун. Что касается дальнейшей судьбы Митридата VIII, он прожил время еще 20 лет. Правда, потом не удержался и принял участие в заговоре против императора Гальбы. Наверное, рассчитывал привести к власти своего кандидата и из его рук в знак благодарности снова получить свой боспорский трон, вернуться в родной Пантикопей на берега Керченского пролива. Но, собственно, заговор был раскрыт, а все участники, включая Митридата VIII, казнены. Так закончилась гражданская война 44-49 годов в Боспорском царстве. Победителем из нее вышел Котис, который правил с 44 по 63 год, примерно 19 лет. Обратите внимание на то, что он носил фракийское имя. Несколько фракийских царей звали Котисами, и вот его тоже. Во время правления Котиса римская администрация ужесточила контроль за боспорским царством, ну что и неудивительно, раз его брат смог выкинуть такой фокус. Нужно было держать ухо востро. Все это время Котис продолжал чеканить монеты с изображением сначала Клавдия, затем императора Нерона, который с 54 года сменил Клавдия. Примечательно, что самого Котиса на его монетах мы не видим. В это время окончательно сложилась практика, согласно которой каждый новый боспорский царь утверждался в Риме, причем получал титул друг цезаря и друг римлян, а также инсигнии, знаки власти, которые символизировали признание царского титула. Одновременно к наследнику боспорского престола переходило родовое имя Тиберии Юлии, которая говорила о том, что он обладает правами римского гражданства и является законным продолжателем династии царей, которая идет от Аспурга. Котис I возвел в Пантикопее, который официально назывался Кесарион, и в Фонагории, которая называлась Агриппион, царь Котис возвел храм Кесаря-Севаста и стал его пожизненным священником. Среди титулов Котиса и его преемников теперь было не только уже известное нам друг Кесаря и друг римлян, но и жреческое звание Архиереус Тон-Севастон-Диавиу, то есть пожизненный первосвященник Августов. В это время Римская империя полностью овладела Балканским полуостровом. В 46 году, как раз во время гражданской войны на Боспоре, аналогичные события произошли во Фракии, во Фракийском царстве, которое раньше было под римским протекторатом. После этого туда были введены войска, Фракия была замерена и превратилась в римскую провинцию. Теперь границы Рима на Балканах на севере доходили до Дуная и шли как раз вдоль этой великой европейской реки. Соответственно, к северу по берегу Черного моря расположены были зависимые от империи города Тира и Ольвия, это древние греческие полисы. Ну и дальше это, конечно же, Крым, Таврида, а там Херсонес и Боспорское царство. И все это теперь звенья одной цепи. Это часть единой оборонительной системы на северо-востоке Римской империи. На этом я закончу, а в следующий раз мы поговорим о том, какие перемены произошли в Боспорском царстве и в Крыму в общем при императоре Нероне и его преемниках. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Всем пока.